МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Альметьевском районе погибла 94-летняя женщина. Я думаю, она просто отковыркнулась, упала и не смогла встать. Сосед погибший рассказал журналистам свою версию событий. Без тепла и горячей воды остались жители улицы Мира. Также хотел обратиться к жителям в домах с низким розливом, оказать содействие по перепуску стравленного воздуха. Сегодня устраняли сразу пять порывов, как аварийные бригады справляются с работой. Работники предприятий и администрации вышли на улицы. Здесь у нас и молодежь, и культурные работники, и работники спорта. Убрать опавшую листву, скосить траву, спилить деревья. Как прошел первый осенний субботник. В Лениногорске провели аудит молодежной политики. Проанализироваться, насколько эффективна инфраструктура. К исследованию привлечены более 30 экспертов высокого уровня. Это социологи, методисты, специалисты по работе с молодежью. Это новость Юго-Востока. В студии Маргарита Розапова. Здравствуйте. 94-летняя пенсионерка утонула в реке. В селе Русский Октаж нашли тело пожилой женщины, которая накануне ушла из дома и пропала. Наша съемочная группа поговорила с соседями и узнала их версию произошедшего. Подробности у Маргариты Трегубенко. Я думаю, она просто отковыркнулась, упала и не смогла встать. Валентин Волков – сосед пенсионерки. Он рассказал, что в свои 94 года женщина сама полола огород. Эти места она хорошо знала и заблудиться могла только из-за деменции, которая страдала. Каждое утро к ней приезжала сноха. В эту субботу, не обнаружив бабушку, родственница написала ее о пропаже в соцсетях. Спустя день в реке Октажки нашли тело Валентины Козиной. Она по огороду ушла до речки, а там крутой спуск, или она упала от спуска. Короче, она лежала, у нее голубая куртка, только вот из воды чуть-чуть торчала, вся в воде была. И вот мимо пройдешь, даже не заметишь. Просто внимательно фаруху нашел ее, тот сосед. Это то самое место, где нашли женщину. Она упала вот с этого обрыва. Здесь даже видны следы падения вниз и того, как доставали ее. Речка не глубокая, но сам обрыв довольно резкий. Почему женщина пришла именно сюда, неизвестно. Прибывшие спасатели достали погибшую из воды. По предварительным данным МЧС, пожилая женщина упала в речку с обрыва и не смогла выбраться. Ведется следствие. Валентин Волков с теплотой вспоминает соседку. В отряде поисковой группы «Лиза Алерт» напомнили о том, что необходимо сделать, если потерялся ваш близкий. Первым делом напишите заявление в полицию или позвоните 112. Сообщите о пропаже человека в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру, который вы видите на экране. Обзвоните родных и друзей. Полиции добровольцам сообщите возможные точки нахождения пропавшего, любимые места отдыха, прогулок, старые адреса проживания и работы. Если вы встретили дезориентированного взрослого человека, будьте доброжелательны, спокойны и поговорите с ним. Фотографируйте и вызовите полицию. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Маргарита Трегубенко, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока. В выходные в Альметьевском районе произошло два серьезных ДТП. Ночью в субботу пострадал 17-летний парень. Как сообщают автоинспекторы, молодой человек мало того, что сел за руль, не имея водительского удостоверения, был еще и пьян. В итоге водитель слишком сильно разогнался и опрокинул авто в кувет. Его доставили серьезными травмами в больницу. Также уточняется, что ранее его уже задерживали за рулем без прав. К тому же с ним рядом сидел ребенок без специального кресла. Второе ДТП произошло на трассе Казань-Оренбург, недалеко от села Нагорное. Здесь столкнулись «Лада» и «Шкода». По предварительной версии госавтоинспекции, авария случилась, когда отечественный автомобиль выезжал с авторстепенной дороги. В итоге водитель «Лады» погиб на месте. 49-летний мужчина за рулем иномарки с травмами госпитализирован. Сегодня на строящейся дороге Альметьевск-Алексеевская еще одна машина попала в аварию. На фото, которым поделились очевидцы, полностью разбит капот у «Лады» 14-й модели. Свидетели сообщают, что погиб один человек, еще один попал в больницу. Двухствольно-охотничье ружье и 57 патронов хранил у себя дома один из жителей города. И если оружие у мужчины было, то вот разрешения на него нет. В итоге решением мирового суда двустволку и патроны конфисковали, а также назначили наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Пресс-служба суда отметила, что мужчина уже второй раз привлекается к ответственности за подобное преступление. Возле дома по улице Мир-1 уже с раннего утра ведутся работы по ликвидации порыва. Без тепла и горячей воды люди остались с пятницы. Авария связана с перепуском системы отопления. Работы ведутся силами управляющей компании совместно теплосетями, сообщил руководитель исполкома города Айнур Исхаков. Всего по городу выявлено пять порывов. На каждом сейчас работают аварийные бригады. Также хотел бы обратиться к жителям в домах с нижним розливом, оказать содействие по перепуску стравливаем воздуха. Потому что в основном в радиаторах с нижним розливом, в пяти этажах квартирах, в домах, в квартирах, на радиаторах есть спускники воздуха. Чем оперативнее жители сами будут спускать воздух, тем быстрее мы сможем постоянно запустить каждый дом. Навели чистоту к зиме. В Альметьевские районы стартовали субботники. Только за один день из города было вывезено 120 кубов мусора. Сотрудники организации, предприятия и администрации города убирали опавшие листья, косили траву и пилили деревья. Вместе с ними и наша съемочная группа. Директор департамента экологии и директор транспортного управления спиливают проросшее возле гаража дерево. Во время городского субботника работники исполкома делали уборку территории от улицы Клары Цеткин до Чехова. В тех дворах, которые ни за кем не закреплены. В основном здесь мусор, который выбрасывают сами жители. На этой территории заброшенных здесь обращение жителей приходит, что данная территория заросла кленами. Как бы страшно ходить им в вечернее время. Вот мы решили, что их спилить, чтобы территория открылась, было более безопасно. Субботник проходит по всему городу. На территории парка здоровья порядок наводят работники культуры. Здесь у нас и молодежь, и культурные работники, и работники спорта. Все мы призываем население. Будьте добры к природе. Отношения, чтобы у всех было доброе, хорошее. Не сорите. Есть такие, скажем так, недобросовестные жители, которые скидывают свой мусор, бутылки, жвачки и фантики в речку. К сожалению, страдает природа. На субботнике было задействовано 6 самосвалов, 2 погрузчика и 130 человек. За день убрали 5 участков в городе, а также территорий школ и сельских поселений. Предприятия города трудились на подведомственных территориях. Всего вывезли 120 кубов мусора. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Всего за последнюю неделю в Альмитиске родилось 38 детей. Одна из девочек стала 1300-й. В Лениногорске провели аудит молодежной политики. К исследованию привлечены более 30 экспертов высокого уровня. Это социологи, методисты, специалисты по работе с молодежью. И к радостным новостям. В Альмитисском районе зарегистрировали рождение 1300-го младенца. Юбилейная малышка родилась в семье Юнусовых. Девочку назвали Айлина. Она первый ребенок в этой семье. Всего за последнюю неделю в Альмитиске родилось 38 детей. За 9 месяцев этого года появилось 69 двойняшек. Самыми популярными в этом году стали имена Лев, София, Амина, Амир. Самыми редкими – Адалин, Селин, Севастьян, Паулина, Рагнар, Сильвана и другие. В Лениногорском районе прошел аудит реализации молодежной политики. Проект проводит Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» при поддержке Министерства молодежи Татарстана совместно с партнерами. Его цель – провести проверку в сфере молодежной политики, чтобы потом дать рекомендации по улучшению работы. Аудит – это большое комплексное исследование. Оно нужно для того, чтобы в дальнейшем выстраивать правильную стратегию и тактику работы с молодежью. Проект финансируется на средства гранта Министерства по делам молодежи Татарстана, выигранного Лениногорским районом и из федерального бюджета. К исследованию привлечены более 30 экспертов высокого уровня. Это социологи, методисты, специалисты по работе с молодежью, с учеными степенями, партнеры, крупнейшие российские компании. Тот проект, с которым мы приехали к вам, это беспрецедентный проект на уровне всей Российской Федерации, потому что мы ставим, Республика ставит перед собой задачу уже анализировать, проанализировать, что сделано, проанализировать, насколько эффективна инфраструктура, работающая с молодежью, и какие задачи нужно ставить перед профессиональным сообществом, в первую очередь, перед государством, на будущее. Аудиту подвергнутся все учреждения, которые работают с молодежью – школы, центры, даже больницы. Проверку на уровень компетентности пройдут и специалисты, работающие с молодежью. В дни проведения аудита на территории молодежного центра «Высота» прошла экологическая акция. Марат Гирфанов и представители движения «Первых» высадили во дворе учреждения 20 саженцев «Рябины». Это не первая акция, в которой участвовал Лениногорский совет «Первых». У нас в прошлом году было множество. Например, акция «Экодети». У нас произошла благотворительная ярмарка, в результате которой собранные средства пошли детям из организации «Дари добро». Скоро здесь будет «Аллея первых». К акции присоединилась кандидат на должность председателя регионального совета «Первых» Лика Молдаванова из Альметьевска. В прошлом году я вошла в состав первого регионального совета «Первых» в качестве лидера направления экологии и охраны природы. Стала координатором сообщества юных натуралистов Республики Татарстан. В этом году я уже кандидат на пост председателя регионального совета «Первых». Я очень хочу через эту деятельность показывать, что движение действительно доступно для каждого, и здесь каждый может найти себя. В рамках аудита среди жителей от 14 до 35 лет был проведен опрос. Он позволит выяснить, чем живет лениногорская молодежь, ее отношение к власти, заинтересованность городскими новостями, планы на жизнь и многое другое. Объекты, созданные для молодежи, проверят новостребованность, доступность, комфортность и соответствие запросам молодых людей. Наталья Лаконкина, Роман Лагатов, Новости Юго-Востока. Теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. Во вторник, 15 октября, в Альметьевске сохранится ясная погода. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Ночью термометры покажут минус 6. Ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Солнечная погода будет и на всем юго-востоке. В Ознакаево, Бавлах, Бугульме, Заянске и Лениногорске днем будет плюс 12, плюс 10. Ночью 3,9 градусов ниже нуля. Ветер в основном южного направления до 7 метров в секунду. Если не успели посмотреть выпуск сначала, заходите на наш сайт или на ютуб-канал. Там запись появляется сразу после выхода в эфир. Пишите в комментариях вопросы, пожелания к новостям. Для нас важна обратная связь. Также подписывайтесь на нас. В соцсетях мы есть везде. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Маргарита Розапова. До встречи в эфире.